...пошёл вниз. Грузчики в Домодедово подменили более трёх миллионов долларов наличными строительным мусором. Трое подозреваемых уже осознались. Все они сотрудники специализированной транспортной организации по перевозке ценностей. Подробности этих и других темы в сфере бизнеса. Молодцы! Молодцы! Курс рубля. Рубль продолжил своё снижение. Правда незначительное к доллару теряет полпроцента. Как и вовремя. Рубля. Рубля. Согласно мнению специалистов, нынешний закон неимоверно устарел и совершенно не соответствует стандартам существующего большинства. В чём новация, которая предлагает новый законопроект? У нас на сайте директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный трансплантолог Минитра в России, академик Российской академии наук Сергей Котье. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение следует... Вот в чём особенности нового текста? Это за авангонные приборы, которые были использованы в коказах правительственных органах. Ну, хорошо. Пробел. Значит, трансплантация в Государственной Федерации существует благодаря закону, принятому еще в 92-м году, который называется «О трансплантации уровняных и тканей человека». Этот закон позволил трансплантации делать большой шаг вперед и вообще, так сказать, обосноваться в виде целого медицинского направления. Но недостатком этого закона являются две позиции. Первая – это отсутствие механизма, который дает человеку возможность прижименно выразить свое согласие или несогласие на посмертное творчество. И второй, такой большой недостаток – это отсутствие каких-то положений, положений в силу и на этом случае, допустим, в силу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...